Вы должны вести журнал учёта. Вы увидите, что бы ни происходило, ваша жизнь не пойдёт под откос. Важно не только то, что вы едите, но и то, как вы это едите. Проверьте, живы ли вы. Если да, просто сделайте это ради себя. Это конец всем страданиям. Вы сможете исследовать всю глубину и измерение этой жизни, только когда перестанете бояться страданий. Существует множество внешних проблем. В мире есть много всего. Что-то произойдёт, что-то не произойдёт, что-то будет действовать на нас, что-то против нас. Всё это происходит постоянно. Но действую ли я на себя или я действую против себя внутри этого? Моя жизнь немного энергичнее, чуть лучше, радостнее, чуть более умиротворённая? Просто измеряйте это каждый день. Так что вам нужно вести журнал учёта. Да, если вы занимаетесь бизнесом. Как вы узнаете, развиваетесь вы или нет? Только тот, кто ведёт учёт, знает, делает ли он деньги или терпит убытки. Не так ли? Точно так же вы должны вести учёт. Просто взгляните. Скажем, вчера вы были радостны пять раз за день. Если сегодня шесть, вы стали лучше. Если завтра семь, стали лучше. Но если послезавтра три, вы стали хуже. Сколько у вас радостных моментов? Почему я говорю о радости? Мы не используем радость как цель. Радость — это мера. Радость означает, что вы расслаблены, что вы становитесь чем-то большим, чем просто психологическая неразбериха. Не так ли? Радость не означает, что вы достигли чего-то. Радость просто означает, что жизнь стала расслабленной. Вы не вредите себе. Уделите этому пять минут. Был ли я сегодня лучше, чем вчера? Был ли мой день лучше? Если вы ведёте учёт каждый день, вы увидите, что бы ни происходило в жизненных ситуациях, вы не пойдёте ко дну. Я не пытаюсь указывать вам, что есть и что не есть. Ешьте всё, что хотите. Но поскольку вы человек, самое главное, чтобы вы делали это осознанно. Всё, что вы делаете, должно происходить осознанно. Выбор и употребление пищи также должен происходить осознанно. Важно не только, что вы едите, но и то, как вы это едите. Когда я говорю «как», всё это живые субстанции. У каждой из них была своя жизнь, будь то растение, животное, овощ. У всех у них была своя собственная жизнь. Если вы подходите с определённым чувством благодарности и почтения к еде, которую вы едите, когда я говорю «почтение», вам может показаться, что это слишком. Но я хочу спросить вас. Скажем, мы закроем вас в комнате и в течение пяти дней вам будет нечего есть. Если перед вами появится Бог, что вы попросите? Еду. Вот насколько это важно. Вы должны понять, что еда на вашей тарелке — это не просто вещество, не материал, не товар. Это жизнь. Для вас это материал, из которого строится ваша жизнь. Так что относитесь к ней соответствующе. Сейчас, когда еда на вашей тарелке, она не имеет большого значения. Но как только вы употребляете её, она становится вашей плотью и кровью, внезапно она приобретает огромную значимость. Почему мы так живём? Очень важно, чтобы вы относились к еде в своей тарелке, как к части себя. Употребляйте пищу с величайшим почтением. Пища внутри вас будет вести себя совсем по-другому. Почва, по которой вы ходите, обладает определённым разумом и памятью. Поэтому, даже если вы живёте в каменных джунглях, важно поддерживать связь с землёй, на которой вы живёте. Создайте для себя возможность каким-то образом оставаться в контакте с почвой или землёй, на которой вы живёте, с этой частью земли. Если голые руки и босые ноги, особенно ладони и подошвы, контактируют с землёй хотя бы несколько минут в день, произойдёт определённая гармонизация физиологического процесса, просто от нахождения в контакте с землёй. Если вы проводите хотя бы несколько минут в саду босиком, прикасаясь к растениям или деревьям, потому что это является основой вашей жизни. Вся жизнь и ваша, и любого другого существа возникла из этой земли. Оставайтесь в контакте с ней и гармонизируйте свою систему. Прежде чем лечь спать, просто посидите в своей постели всего две минуты. На две минуты. Просто представьте, что вы умрёте прямо сейчас, через две минуты. Как это будет? А затем ложитесь спать. Вы увидите, что завтра, когда вы проснётесь, вы будете чувствовать себя, словно только что родились. Если вы заснёте с этой осознанностью, вы проснётесь совершенно новым измерением энергии внутри вас. Допустим, вы проснётесь завтра утром. Нет-нет. Видите ли, вы думаете, что это шутка. В этом вся проблема. Каждый день примерно 300 тысяч человек не просыпаются. Так что, в том случае, если завтра вы проснётесь, проверьте, живы ли вы. Если да, просто сделайте вот что. Ради себя, не ради меня. Широко улыбнитесь. Вы всё ещё живы. Да? Стоит ли ваша жизнь этого? Не думайте, что вы будете продолжать просыпаться каждый день. Однажды вы не проснётесь. Да или нет? Проснувшись завтра утром. Проверьте, живы ли вы. Если вы мертвы, тогда ладно. Но если вы живы, широко улыбнитесь. Если умерло 300 тысяч человек, то, возможно, от 3 до 5 миллионов потеряли кого-то из близких. Проверьте, живы ли ещё те 4-5 человек, которые дороги вам. Если живы, улыбнитесь ещё раз. Да? И взгляните на часы. Семь вечера, и вы всё ещё живы. Улыбнитесь ещё раз. С этого момента, каждый раз, когда вы смотрите на часы, если вы живы, вы должны улыбнуться. Потому что это самое главное, что с вами происходит. Не ваши деньги, не профессия, не ваша семья, вы сейчас живы. Вот самое главное. Жизнь очень коротка. Сделаем так, чтобы это произошло. Ваша способность хорошо жить на этой планете по сути зависит от того, насколько хорошо вы можете использовать это тело и ум. Да или нет? Поэтому, чтобы использовать это так, как вы хотите, очень важно, чтобы между вами и телом, между вами и умом было небольшое расстояние. Любые страдания, которые вы испытали в своей жизни, вошли в вас либо через тело, либо через ум. Знакомы ли вам ещё какие-то страдания? Знакомы ли вам ещё какие-то страдания? Физические страдания, умственные страдания — это всё, что вам известно, не так ли? Если между вами и телом, между вами и умом возникает небольшая дистанция, это конец всем страданиям. Вы можете исследовать всю глубину и измерение этой жизни, только когда исчезнет страх перед страданиями. Так что мы хотим предложить вам то, что называется ишекрия. Она создаёт дистанцию между вами и вашими мыслями, между вами и вашим телом. Если люди будут испытывать это в течение двух минут в день, их жизнь изменится. Определённо. Как только они познают такую свободу, они не будут искать ничего другого, ни алкоголь, ни наркотики, ни что-то ещё, потому что это гораздо больше, это гораздо более сильный наркотик, чем всё, что вы знали. Итак, одно из ваших новогодних обещаний должно звучать так. Я медитирую. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok